Мессианская община Возвращенная на Сион Шавей Цион И студия Оазис Медиа Мы приветствуем вас Мы продолжаем уроки Связанные, параллельные С недельной главой Исторы Бо И также мы читаем Из 15 главы Евангелия Триана И мы назовем это урок Лоза И как на прошлом уроке Я продолжаю читать Какие-то выборочные места Из священных писаний Последовательно из Иоанна в данном случае Давая им Может быть несколько другой Израилем навеваемый Ответ, интерпретацию Я есть истинная виноградная Лоза Отец мой виноградарь Всякую у меня ветвь Не приносящую плода Он отсекает И всякую приносящую плод Очищает Чтобы боли принесла плода Вы уже очищены через слово Которое я вам проповедовал Ну, что такое Лоза Виноградник Все понятно Если ветка не находится Не привита к Лозе Не интегральная часть этой Лозы Говоря технологическим языком И соки Лозы не двигаются по ней Винограда нету Виноградари То есть работники виноградника Каждый раз Обрабатывая Ветви Что-то подрезают Что-то подвязывают Что-то укрепляют Я не большой садовник Но это примерно то Что я из общей Ботаники Могу сказать Делают какие-то вещи Чтобы Лоза Более плодоносила Ну, так делают, наверное С любым Растением Которое выращивают Которое должно плодоносить Что-то нужно подрезать Что-то нужно дорезать Укрепить Но наша жизнь такая же И предыдущие стихи Говорящие о Святом Духе О Утешителе Которое в нас пребывает И вот здесь Стихи, которые говорят Что мы В руках Небесного Отца И иногда Он Поддерживает Наши ветви Или нас Иногда Подрезает Чего-то Очень часто Наша гордость Не позволяет Нам нормально Воспринимать Какие-то Обстоятельства В нашей жизни Особенно критику Ты это сделал не так Или ты то сделал не так И мы сразу На самом деле Именно поэтому В притчах Неоднократно говорится Обличение Не бойся Наоборот Лучше сделай Самоанализ И где-то Дисциплинируй А где-то Позволь Богу Это сделать Чтобы принести Больше плода Очень просто Доброе наставление Нам иногда Не просто С этим согласиться Но Здесь Не все От нас зависит Чем больше Мы упираемся Тем больше Садовник Режет Лучше Иной раз Меньше Сопротивляться Меньше Потерь Но больше Толку Меньше Боли Ивангел Иоанна 15 глава С 10 По 11 Стих Включая Если заповеди Мои соблюдете Пребудете В любви Моей И как я соблю Заповеди Отца Моего И пребываю В его Любви Сие Сказал я вам Да Радость Моя У вас Пребудет И радость Ваша Будет Совершенна Здесь Интересно Там Исполняющий Заповеди Получает То что Отец Приходит К нему И сын Приходит И обитель В нем Сотворяют Созерцание А здесь Про радость Говорится Я должен Сказать Если человек Я вот наблюдаю Сегодня очень много Людей Достаточно Потерявших Радость Они ходят И у них нет улыбки Они всегда Кисловатые И Интенсив Этой жизни Может Недостаток Соблюдения Заповедей Но Явно У нас Есть Недостаток Радости Есть Конечно Люди Радостные Которые Умеют Всегда Поднять Свой Дух Боевой Немножко Такие Бойцы Но Большинство Людей Они Не Такие Бойцы Писания Говорят Нам Нужно Стараться Несмотря Ни на Что Держаться Тех Слов Которые Господь Определил Нам Делать Касающихся Нас Самих Ближних Стихами Это Иоанн 16 Со 2 По 4 Главу Изгонят Вас Из синагог Даже Наступает Время Когда Всякий Убивающий Вас Будет Думать Что Он Тем Служит Богу Слава Богу Это Не Про Нас Хотя С Ортодоксальным Иудаизмом У нас Есть Достаточно Серьезный Лахац Напряжение Некоторые Извне Начинают Говорить Вот Они Эти Ортодоксы Они Вас Прессуют И Вы Такие Страдальцы Вы знаете Нам Иногда Нужно Поставить Точки И Немножко Разобраться В этом Вопросе Про Него Хочу Сказать Несколько Слов Когда 2000 Лет Назад Ешуа Пришел И Принес Учение Были Разные Типы Людей И Среди Ортодоксов И Среди Светских Тогда Было То же Самое Все Которые Воспринимали Или Не Воспринимали Его Но Те Люди Которые Его Не Хотели Воспринимать И Игнорировать На самом деле Подверглись Серьезному Божественному Осуждению Почему Потому Что Когда Ешу Приходил С Ним Приходило Присутствие Чудесами Знамениями Пророчеством Самим Им Носимым Когда Он Говорит Видящий Меня Видел Отца Это Присутствие Там Было Они Не Могли Игнорировать Это Только Слишком Большим Усилием И Когда Они Перечеркивали Вот Это Явное Присутствие То Ешуа Мог Произнести Для них Таких Суд Вы Отвергаете То Что Святой Дух Производит А Хулящий Святого Духа Он В Проблеме Не Называйте Меня Действующим Силою Визельвула То Дьявола Потому Что Вы Видите Дела Божии Явно Сегодня Ситуация Совершенно Другая Первое Интенсивность Божественной Власти Особенно Перед Нашими Глазами Часто Не Такая Высокая Поэтому Если Если Себя Бьем Грудь Говоря Мы Служители Господни То С одной Стороны Так И есть Мы Все Так Ему Стараемся Служить Но Другим Людям Это Не Всегда Заметно Потому Что Очень Часто Из-за того Что Мы Не Медбоненим Не Созерцаем Не Находимся В интенсиве С ним Наши Дела Заметны Больше Нам Самим Чем Внешним И Это Большая Проблема Тела Маши Сегодня По всему Лицу Земли Ну Кроме Некоторых Стран Про Которые Мы Только Слышали Но Там Никто Из Нас Не Был Африка Индия Китай Большинство Из Нас Там Не Было Никогда Но Там Где Мы Бывали Мы Не Видели Большущего интенсива Хотелось Бы Вторая Вещь Связанная С С Синагогами Это Десятые Сотые Поколения Людей Которые Росли Или Под впечатлением Их Дедов и Прадедов Которые Пережили Гонение Во имя Христа От Лживых Христиан И Им С детства Внушали Что Новый Завет Это Нехорошо Таким Образом Они Сегодня Могут Прямо Прийти И Сказать О Это Правда Дела Господни Они Заведомо Уже Думают Что Есть Что Проблематичное С Нами Задача Выставленная Сегодня Господом Мессианскому Движению Намного Сложнее На самом Деле По крайней мере Я так Вижу Чем То Что Было Выставлено 2000 Лет Назад Потому Что Когда Ешо Пришел Или Первые Ученики Служили После Вознесения Ешо На небо Все Таки В глазах Израиля Еще Был Заходим Перед нашим Народом А у нашего Народа Уже Есть Определенный Черный Фон Которым Они Наклеили Бирку Лживую Бирку На имя Господа Его Последователи Сегодня Нам Важно Не столько Благовествовать Сколько Реабилитировать Имя Господне В глазах Наших Людей И Потом Мы надеемся Параллельно С этим Созерцание Исполнение Заповедей Даст нам Возможно Делать Дела Господни И тогда Те вокруг Нас Увидят А пока Изгонят Вас Из синагог Так Будут Поступать Потому что Они не познали Ни отца Ни меня Но я Сказал Вам Сие для Того Чтобы Вы Когда Придет То время Вспомнили Что я Сказал Вам Это От начала И вы Ободрились Поэтому Это Некоторое Утешение Для нас Когда мы Встречаем Сопротивление От Ультра Радоксального Мира Ничего Придет И их Время Господь Милостив Главное Не надо Их ругать Мы понимаем Почему Они ходят С этими Мыслями Потому что По другому Они не могли Потому что Как один Автор Написал Книгу Наши руки Запятнаны Кровью Кровью Запятнано Само Понятие Христианство И мы Мессианские Евреи Имея связь С Христианством Как бы Не всегда Кошерные Будем Веровать Что Это Время Будет Преодолено Будем Веровать Что Господь Изменит Ситуацию Я читаю Дальше Шестнадцатая Глава Седьмого По тринадцатый Стих Истинно Говорю вам Лучше Для вас Чтобы я Пошел Ибо Если я Не пойду Утешься Не придет К вам А если Пойду То Пошлю Его К вам То есть Еще Как бы Им дает Понять Друзья Пока я с вами Я локализированный Вот только Вот этой группой Людей Двенадцатым Сорок Сто 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 песят Тысяча Но не Миллиарды Дух Божий Это Неземная Концепция Это Божественное Присутствие Которое Нельзя измерить Циркулем Весами Каким-то Объемным Прибором Он может Присутствовать Одновременно В сердцах Многих Из нас Но здесь Говорится Еще кое-что И он Придя Обличит Мир О грехе О правде И о суде О грехе Что не веруют В меня О правде Что я иду К отцу Моему И уже Не увидите Меня О суде Что князь Мира Сего Осужден Еще Многое Имею Сказать Но вы Не можете Понять Все Когда придет Дух Истины То наставит Вас На всякую Истину Ибо не От себя Будет Говорить Но будет Говорить То что услышит И будущее Возвести Туман Вот здесь Я хочу Поднять Один маленький Вопросик Очень часто Люди Верующие В говорении На языках И не верующие В говорении На языках Имеют Такую Тягу Поругаться Поспорить Друг с другом Но здесь Еще Говорит Что цель Святого Духа Это не только Языки Или дары Но Что он Придя Должен Обличить Мира Грехи О правде И о суде Как Сам Но его же Не видят Его же Не воспринимают Он же Не видим Значит Через нас А это Говорит о том Что мы Если претендуем И говорим Что Дух Божий В нас Вопрос Насколько мы Участвуем В том Чтобы быть Рупорами Этого Духа Обличая Мира Грехе Говоря Что такое Правда И возвещая О тех Грядущих Судах Которые Придут Я думаю Нам стоит Подумать Об этом Вопросе Потому что Если повторюсь Мы претендуем Что Дух Божий В нас Присутствует То Он делает Нас инструментами А наш инструментарий Должен выражаться В том Что мы Каким-то образом Понимаем И делаем С мудростью Шаги Обличения Чаще Чаще всего Все дары Духовные Мы направляем Внутри Нас Самих Не выплескивая Это наружу Но Явно Нам нужно Изменить Это положение И нам Людям Которые Претендуют На позицию Хасидей Иешуа Людей Которые Оправданы Хасидутом Праведностью Нашего Спасителя Те Которые Уверовали В него В древнееврейском Понятии Слово Уверовать Это значит Его последователями Стать Учениками Не просто Абстрактная Верность Но идти за ним Исполняя его дела Мы должны Принять от него Позицию Каким образом Говорить о грехе Говорить не как Какие-то Фанаты Вид И слова Которых Заведомо Вызывают Раздражение Но и Спросить от него Мудрость Как это донести Таким образом Чтобы человек Грешащий Вдруг понял Что-то не того Со мною И чтобы он Увидел Альтернативу И чтобы он Увидел Грядущий суд К сожалению Очень часто Мы не в грехах Не в альтернативе Не в судах Ни в чем Не сильны Но нужно Без этого И без того Чтобы стать Рупорами Во внешний мир Ничего не совершится Я читаю Последнее место На сегодняшний день Это Иоанна 17 глава С 3 по 15 стих Кое-чего Я буду пропускать Здесь Но Это слова Которые Меня Касаются Сия же Есть вечная жизнь Да знаю Тебя Единого Истинного Бога И послан На тобою Ишуа Машеха Четкая Взаимосвязь Я прославил Тебя на земле Совершил Дело Которое Ты поручил Мне исполнить И мне прославил Меня Ты Очи Тебя Самого Славою Который Имел У тебя Прежде Бытия Мира Знаете В еврейском Понимании Есть такое Выражение Что Прежде Сотворения Мира Господь Утвердил Семь Различных Вещей Одно Из них Имя Машеха И вот Здесь Ишуа Как раз Ссылается На эту Древнюю Традицию Говоря Ту Славу Которую Я имел У тебя Прежде Сотворения Мира Прежде Бытия Мира Я Открыл Имя Твое Человекам Которых Ты дал Мне От Мира Они Были Твои И ты Дал Их Мне И они Сохранили Слово Твое Ныне Уразумели Они Что Все Что Ты Израиля Божьего Представителя На земле Но Здесь Вкрадывается Еще одна Сильнейшая Вещь Которая Называется Брия Хадаша Или Новое Творение Что Наш Удел Это Быть С ним После Того Как Все На земле Будет Изменено И Сегодня Даже Когда нам Тяжко Иной раз Разочаруют Внешние Вещи И мы Все Имеют Много Душевных И всяких Переживаний Верующие Неверующие Но часто У верующих Немного Поболее Потому что Мы Также Проходим То что Называется Само Обвинение Само Вот этот Дин Вахишбон Суд Который Внутри Нас Самих Когда Мы Получаем Обличение Непосредственно От Духа Божьего Как я учил Раньше Лоза Как что-то Обрезает Нас Но Все это Не за Даром Ныне Они Уразумели Что Все Что Ты дал Мне От Тебя Есть Ибо Слова Которые Ты дал Мне Передал Имя Они Приняли И Разумели Истинно Что Я Исшел От Тебя И Уверовали Что Ты Послал Меня Я О них Молю Не О Лоза Созерцание Мы Часть Я Просто Чувствую Что Мы Приходим К Периоду Времени Когда Нам Вот Эта Ассоциация С Богом С Ишуа Сыном Божьим Машиахом Спасителем Израиля С Израильским Народом В том Нетто Призвании Быть Антивавилоном Божьим Народом В том Соединении Нам Важно Это Пережить И понять И познать И Без Его Помощи Мы Не Можем Я Буду Заканчивать Словами Которые Записаны У пророков Звучат Они Примерно Так Там Говорится Обрати Нас Сами Мы Не Можем И Мы Обратимся Обнови Дни Наши Как Прежде То есть Восстанови Нас До Того Уровня На котором Был Адам До Грехопадения Или Чтобы Мы Переживали Вот Это Возвращай Возрастающую В нас Любовь Господню Есть одно место В послании Евреям 12 главе Там написано Что В сравнении С тем Что было явлено На горе Синай Служение Нового Завета Оно Наполнено Намного Большими Силами И мощью От Бога Вы знаете Я часто Думаю Об этом месте Думаю Мы даже Близко Не приблизились К тем Переживаниям Которые Господь Мог бы Дать нам Научись Мы Созерцать И пусть Бог Поможет Нам Шалом Шалом Друзья Привет Вам Из Хайфы Служение Возвращенное На Сион Оазис Медиа Телевидение Мы Благодарны Вам За то Что Вы С интересом Смотрите Наши Передачи Мы Получаем Массу Отзывов И Это Вдохновляет Нас Продолжать Служить Вам Несколько Слов Писания Говорят О Десятинах И Пожертвованиях Маасер Ведздака Маасер Десятина Это Когда Мы Чего-то Уделяем Для того Чтобы Наша Поместная Община Могла Служить Сдака Это Что-то Направленное Для помощи Людям Неимущим Беднякам Страдающим Людям Все это Благословенно И важно То К чему Я призываю Вас Входит в Другую Категорию Даже Не знаю Как ее Назвать Скажем Благоухание Пред Господом Я Прошу Вас Продолжить Жертвовать Ваши Финансы Для поддержки Оазис Медиапроекта Который Помогает Вам И нам Вещать Из Сиона Давая Еврейские Интерпретации Священным Писанием Помогая Вам И нам Строить Правильное Понимание О Господе Писаниях Призвании Израиля Призвании Всех Верующих По всему Лицу Земли Благословляем Вас Из Сиона Шалом Редактор субтитров